Окей, ребятки, ребятки, есть, есть, что мне вам сказать, есть, что обсудить, детишки. Я даже сделал себе небольшие пометочки, потому что, ну, реально накопилось. И первое, да и, наверное, самое главное, состоялся наш большущий матч с Антоном Деребиным, мощь со стульями, и в этот раз, да, вот, что удивительно, в этот раз все в один голос, все эти мамкины эксперты, диманы и критики, все в один голос говорили, что я точно выиграю, я точно сохраню свой титул. Ребята, спасибо вам огромное за вашу поддержку. Мне было очень, ну, похеру на ваше мнение. Да, я все еще, да и, наверное, уже навсегда, я чемпион независимой федерации рестлинга. И мы с моим менеджером Михаилом Бахневым даже подумываем о том, чтобы, знаете, сделать ребрендинг титулу, потому что, ну, этот старый дизайн с надписью ФР убирается, и теперь там будут большие красивые буквы. О-о-о-о-кей! Ох, ну, а те немногочисленные фанаты Антона Дерябина, ребят, ну, серьезно, ну, это же жизнь-то, не сказки. Это, знаете, в сказках там какой-то дурачок лежит на печи до 33-х лет, а потом он встает и побеждает великого Тонуса. Вот нихрена так не бывает в жизни. А если уж я говорю о сказках, то перейдем к моему любимому сказочному персонажу Дмитрию Донскому. Дима, Дима, ты моя любимая заноза. Так, Димон, если уж мы говорим о сказках, знаешь, кого ты напоминаешь мне? Кощей Бессмертного. Ну, с той разницей, что ты-то нихрена не бессмертный. Ну, а я, я Иван-богатырь. И я приду на битву на Неве, возьму твое яйцо и раздавлю его нахрен. И особенно после того, как ты вероломно после моего тяжелейшего матча с Антоном Дерябином проник в мою гримерку, напал на меня, обозвал меня. Да, ты всегда ищешь лазейки в моих условиях. Да, ну, а отныне ты не можешь неуважительно говорить обо мне не только в своих суперпромах, но еще ты не можешь говорить обо мне вообще вживую, в переписках со своей бабушкой. Нигде. Так вот, Дима, запомни, это НФР, это моя территория, я там лев, это мой прайд, броу, и я там король. Так вот, еще раз увижу твою жопу рядом со мной до битвы, матча не будет. Ну, это все лирика. Настоящее условие будет сейчас, готовься, броу. Смотри, битва на Неве, насколько я знаю, она проходит в течение двух дней, суббота и воскресенье. Окей, наш матч произойдет в субботу. Да, именно в субботу. И вот я у тебя выиграю в субботу, в воскресенье у тебя будет очень-очень занятой день. Ну, утро, день ты посвятишь врачам, потому что ты сам понимаешь, после матча со мной тебе придется там помотаться по травмопунктам, по всей этой хрени. Но вот на вечер ничего сразу не планируй. Потому что вечером впервые в истории рестлинга пройдет чествование, ну, я имею в виду русского рестлинга, давайте, накапывайтесь. Пройдет чествование, награждение первого абсолютного чемпиона России по рестлингу, а была у тебя сразу двух титулов. И ты, Дима, там специальный гость. С тебя, во-первых, ну, ты проставишься, но не волнуйся, я не пью алкоголь, все это дерьмо, я зожник, все дела. Так вот, с тебя, в общем, ты полностью проставляешься. Второе, с тебя большая речь, где ты признаешь, какое ты говно, где ты ошибся, почему я лучше, это и так все знают, но ты все равно будешь перечитать вслух, чувак, да. И самое главное, ты выдрузишь титулы мне вот сюда и сюда, встанешь передо мной на колени и скажешь, окей, и вот только в этом случае, бро, матч состоится. Только если ты выполнишь это условие в субботу матч, а в воскресенье моя коронация, бро.